Дорогие друзья, мы продолжаем наше увлекательное путешествие в мир недельных глав. И сегодня Пинхас? Пинхас, Пинхас. Но давайте прежде всего узнаем, какое сегодня число. 11 тому за 5779 года. Правильно, сегодня 11 тому за 5779 года. Я вам напомню краткое содержание предыдущей серии, поскольку наша глава, наш рассказ и наш главный герой начинаются в прошлой главе. Давайте я вам прочитаю конец главы Балак, и тогда мы с вами поймем начало главы Пинхас. Седьмой пасук. А, помните, там Балаган, Мимовитянки, Медьянки. И увидел Пинхас, сына Лазара, сына Аарона, Коэна, и встал из среды общины и взял копье в руку свою и вошел за мужем Израиля в шатер и пронзил обоих. Мужа Израиля и жену в живот ее и остановился Мору сынов Израиля. И были умершие от Мора 4 и 20 тысяч. Представляете себе, на такой оптимистической ноте закончилась предыдущая глава. Мы уже с вами обсуждали, что я пытаюсь ответить на этот вопрос. Нам для этого мне нужно, чтобы меня не перебивали. Мне очень трудно говорить, когда меня перебивают. Мысль сразу соскакивает, и приходится начинать сначала. Мы с вами говорили, что Пинхас в переводе с египетского языка означает чернокожий, кушай, человек, который из народа кушает. И мы с вами обсуждали его происхождение. Я удивляюсь, почему вы спрашиваете. Видимо, я плохо объяснил. Нет, просто мы хотим больше выяснить. Вы хороший преподаватель. Вы все рассказываете. Если я хороший преподаватель, значит, вы должны помнить, что я сказал в прошлый раз о его происхождении. Но Всевышний так сделал, что человек не все только не мог помнить, он должен ее учить постоянно. Потому что вы это и делали. Баруха Таду, наилу и мирхау, лямся коня бедо. Окей, тогда вернемся в книгу Шмот и узнаем о его происхождении. Пожалуйста, в книге Шмот есть очень интересная глава Вейра. Это Шмот, шестой пэрок, двадцать пятый пасук. Откройте. Если вы не откроете, вы ничего не запомните. Те, кто спрашивают, тоже желательно, чтобы открыли. Потому что в следующий раз возникнет аналогичный вопрос. Я пытаюсь ответить на его вопрос. Второй раз учил, еще осталось девяносто девять. Митсуян? Нашли шесть шмот, шесть двадцать пять. Это уж у кого какая. У меня тридцать пятое. У меня место не было. Тшшш. Когда найдете, скажете. Нашли. Нашли. А Элазар, сын Аарона, взял себе из дочерей путей для ему в жену и родила ему Пинхаса. Эти главы отцов Лиим по семейству их. Вот в беленьком издании. Они тут пишут. Комментарии на двадцать пятый пасук. Элазар, который в дальнейшем будет главным коином, женится на дочери Путиэль. Имя Путиэль египетское. Перевод слова пути, который дал. По аналогии с именем египетского жреца Потифера, можно предположить, что Путиэль принадлежал греческому сословию. Слово Пинхас на египетском означает чернокожий. Есть еще дополнительная информация, откройте, увидите. Я ответил на твой вопрос. Но в следующий раз, если за тот же вопрос, я тебя пошлю вот сюда. Пожалуйста. Скажите, в предыдущей главе Балаку нигде не написано, при самом внимательном ощущении, что он подал совет Балаку, Билам подал совет Балаку, послать женщин. Откройте главу Матод. Откройте главу Матод. 31 пэрак, 16 пасук. Если не откройте, не узнаете. Я сейчас пытаюсь ответить на вопрос. Я не могу заниматься другими вещами. Пасук номер 16. 31, 16. Нашли? Ведь они были для сынов Израиля, по слову Билама, изменить Ашем в деле Пиора. И был мор в общине Ашем. Вопрос снят. Можно перейти к главе Пинхаса? Окей. Теперь давайте посмотрим. Сегодня я слышал одного товарища, который вдруг заявил, что Пинхас, что Билам и Балак медьянцы. Вот это я уж не знаю, откуда он взял. Такого я еще нигде не слышал. Почему вы теперь спрашиваете? Я боюсь, что это его личная догадка. Ну ладно. Меня сейчас не интересует. Я интересую Пинхас. Пинхас человек, который решил эту проблему. И посмотрите, с чего начинается наша глава. То есть мы видим, что Ашем дает удостоверение, подтверждение того, что ревность Пинхаса была абсолютно чистой. И это не была ревность злобно-зубовная, а наоборот. Он своей ревностью отвел мор, прекратил мор в среде Израиля. 12-й пасук. Поэтому скажи, вот я даю ему союз мой. Шалом. Шалом. Кстати, если вы посмотрите в книгу Шовкин, в историю с Гиддоном, то вы увидите, что там прямо написано, что имя Всевышнего Шалом. Шалом – это одно из имен Ашем. Когда есть от слова цельность. Цельность, мир. Шалом. Поэтому обратите внимание, ведь как можно было понять поступок Пинхаса? Пинхас – он хулиган. Ну, согласитесь, берет копье и убивает кого хочет. Это же совершенно антиправовой поступок. И поэтому, если бы Земри обернулся и убил бы Пинхаса, то это была бы легитимная самооборона. Да и потом могли другие люди взять и убить Пинхаса за этот поступок. Почему же это не простое убийство и хулиганство? Мы видим, что Ашем говорит, что его поступок был абсолютно чистым. Понимаете? То есть, не всякий ревнитель может удостоверить, что его поступок абсолютно чист и является только ревностью за Ашем и за Израиля. Потому что часто к этой ревности примешаны личные мотивы. Личная ненависть, интереса, злоба, зависть, страсти и прочие вещи. И Ашем дает Пинхасу удостоверение, что он абсолютно чистый, стерильный с точки зрения Мараи ревнитель. И поэтому обратите внимание, именно в результате этого, казалось бы, насильственного акта он получает союз, который называется шалом. Он, казалось бы, какой-то шалом взял, понимаешь, и пригвоздил их. А теперь это шалом? Да. Потому что его ревность и насилие были продиктованы исключительно заботой о сынах Израиля. Потому что, помните, он встал из общины Израиля. То есть, он не сводил с земли личные счеты. Он не претендовал на его место в партийном списке. У него не было каких-то личных амбиций в этом плане. Только он хотел остановить позор Израиля. И если бы деятельность Пинхаса, его ревность не была бы морально чистой, то не остановилась бы эта эпидемия, этот мор. А она остановилась. Поэтому имя его союза – шалом. И будет ему и потомство его за ним союзом коинства вечным. За то, что ревновал за Илогим свой и скупил сынов Израиля. И обратите внимание, что действительно, это мы видим в книге Йошуа, в книге Шофтим, кто стал главным коином после смерти Элазара? Пинхас? Пинхас? Вот этот самый Пинхас, который здесь, является очень важным героем в книге Шофтим. Он там очень ярко проявляется. И не всегда, как хотелось бы. Но он главный коин. То есть, линия коинства идет так. Аарон, Элазар, Пинхас. Вот она центральная линия коинства. Потом, правда, были разные ответвления, заветвления. Можно? Да. Почему там ВАФ такая разрезанная? ВАФ разрезанная где? Олег, 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 Олег. А в моем издании ничего не разрезано. Посмотрим, как будто издание. 25-13? 25-12. А? 25-12. 25-12. 25-12. 25-12. 25-12. Ничего не понимаю. Может быть, 25-26, может быть, 12? 25. Я не вижу здесь ничего. 26. 26. Граждане. 26. 26-12. 26. 26. 26. Я не вижу здесь ничего. В моем... В этих изданиях ничего нет. Где? 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 Ткни пальцем. Конец 12-го парика. 12? Да. Пинхас, да? Пинхас, да. 25 или 26? Я тут не понимаю. 25-12. Нет, какой это? 25-12. А-а-а-а. Ютбэт. Шалом, где я? Кей. Ага. А мы видим, да, что тут, видимо, есть какой-то все-таки недостаток в этом шаломе. Видимо, это намек. Нахон. Ты прав. Там, согласно традиции... Да, да, да. Это верно. Ты прав. Ты прав. Всегда, когда есть какие-то недостатки в буквы, это ослабление значения. То есть, вероятно, с этим шаломом есть какая-то все-таки немножко проблема. А не может, просто я читал в этом комментарии, что это как двойной ют. Не знаю. То есть... Не могу сказать, не знаю. Из-за того, что это двойной ют, то есть, кематый ют 10, из-за того, что это двойной ют, то он даст ему подарки. 10 подарков на пути и 10 подарков. Я не... Я покажу вам. Я не знаю. Ты меня спрашиваешь. Посмотри в комментаторов. Я не знаю. Честно признаюсь. У меня мнение. У меня нет мнения. Теперь давайте посмотрим, что происходит дальше. А имя мужа Израиля убитого, который был убит с Медьянкой, земри бен Салу, носи дома отца у Шимони. То есть, оказывается, что товарищ, который Медьянку-то привел, это не был рядовой товарищ, а это был глава колена Шимон, земри бен Салу. И она не была рядовой Медьянкой, а имя жены убитой Медьянки Козби, дочь Цура, глава родов дома отца Медьянина. То есть, получается, что он это царь Шимона, а она принцесса Медьяна. Согласитесь, что это еще раз напоминает нам Муше. Это не зря Муше плакал. Тот товарищ четко рассчитал. Теперь, кроме этого, мне здесь интересно посмотреть на очень яркое проявление разницы между двумя этими коленами. Финхас из какого колена? Леви. А земли из какого колена? Шимон. Вы помните какое-то событие в книге Берешет, где Леви и Шимон действовали вместе. Да, они вырезали шхем. Вырезали шхем. И это было действие оправданное. Но я о ком возмущался, там был спор. Он сказал, что... Я понимаю. Я хочу объяснить кое-что. Мы видим с вами, что поступок Шимона и Леви, он был резким, крутым. Но, с другой стороны, это было совершенно оправданно с точки зрения того, что там была просто фактически война. Это была война, шхема против Израиля. Так объясняет Маараль. Теперь, интересно было бы узнать, что двигало Шимона и Леви. То есть, ты можешь сказать, что ими двигало желание защитить оскорбленную честь Израиля, сестра и так далее. А ты можешь сказать, что, может быть, не только это ими двигало, а может быть, там были какие-то личные страсти. Например, может у людей быть страсть к кровопролитию. Может, они просто нервные такие любят убивать. Пойди знать. И вот здесь мы с вами... А? Я пытаюсь это выяснить. Здесь мы с вами... Это невозможно было узнать до вот этого случая. Здесь мы с вами видим фронтальную встречу, столкновение между ярким представителем Леви и ярким представителем Шимона. Понимаете? Леви здесь совершенно не случайный. Это Пинхас, это один из главных левитов. Дарьером Коэном здесь стал. А ведь Аарон глава колена Леви. И понятно, что Земли тоже не рядовой Шимонец. Он глава Шимона. Он самый главный Шимон. И мы видим с вами, что в момент, когда здесь есть проявление страстей и проявление ревности, то мы видим, что колено Леви проявляет абсолютно чистую ревность. Это свидетельство о Шимон. А колено Шимон пытается найти идеологическое оправдание своему разврату. Речь идет просто о страстях, не обузданных этого колена, под которые они подводят идеологическую базу. Таким образом, можно сказать, что действия Леви в шхеме были абсолютно чистыми, продиктованы чистой ревностью национальной. А к действиям Шимона, возможно, была примешана какая-то страсть к кровопролитию. Потому что колено Шимон здесь выявилось как колено необузданных страстей. Прямо скажем. Это не был один человек. Это было все колено. И мы с вами... Давайте посмотрим сразу же на подсчет в нашей главе и увидим, каковы потери колена Шимон. Они очень велики в потере колена Шимон в пустыне. И поэтому это очень печально. Это является большим обвинительным материалом. Посмотрим. Посмотрим. Вот колено Шимон. Сейчас. О! Это 26.14. Посмотрите. Эти семьи Шимони. Две и двадцать тысячи двести. То есть, двадцать две тысячи двести человек осталось из них. А в главе Бамидбар, когда мы подсчитывали предвыходом в пустыню, лё, их было 59 тысяч триста. 59 тысяч триста, а осталось 22 тысячи. Какова разница? А? Дикая разница. Подсчитайте мне. Тридцати семь где-то тысяч человек. Вы понимаете, что это такое? Давайте проверим. Давайте не поленимся. Да, давайте не поленимся. Посмотрим, сколько там было... Сколько было у них там в начале. Сейчас. Проверим. Колено Шимон. Туда-сюда. Вот. Давай их считай. Сейчас мы их посмотрим. Вот мы их посмотрим. Сейчас. Сейчас. Мы их посмотрим. Вот колено Шимона. Оно. 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 Даже. Оно делалось-то колено Шимоне. Не-не-не-не. Олега, в начале ты когда подсчет был. Из Сахары, Фраем. А, наверное, мы перескочили. Да. Шимон. Девять и пятьдесят тысяч и триста, да? Двадцать и третий. Иными словами, потери колена Шимон катастрофически. Это означает, что, скорее всего, больше, или, может быть, даже вся часть вот этих 24 тысяч погибших в этой эпидемии, в этом море, была из колена Шимон. Это означает, что колено это, оно было главным в истории с муавитянками, с медьянками и во всем этом разврате. Это означает, что это колено, которое нуждается в контроле. Поэтому обратите внимание, что еще Яаков сказал, что колено Шимон, оно должно быть подконтрольным, рассеянным. И Леви, правда, тоже, но Леви у них и так-то нет надела. А вот Шимон, как известно, получает надел внутри колена Иуды. Это район Бершевы. Бершевы и окрестности это надел Шимона, а вокруг него Иуда. И таким образом колено Шимон становится подконтрольным Иуде. А Иуда это царское колено. То есть, это очень важная история, которая проявила характер этих колен. Видите, все колено разные, и всех нужно поставить на свое место. И в результате, посмотрите, хотя и муавитянки вроде бы были орудием этой провокации, но так как мидьянка сыграла главную роль, то, видимо, ведь посмотрите, муавитянки послали рядовых там своих, а мидьянцы не пожалели принцессу, представляете себе, ради того, чтобы спровоцировать Израиль. Поэтому то, что произошло с мидьяном, оно и вызывает главный гнев Ашема. И говорил Ашем Муше, сказав, враждуй с мидьянцами, поразите их. То есть, они являются главными, не муавитянки. Потому что враждуют они против вас в кознях своих, которые замышляли для вас в деле Пеора. Видите, прямо написано, что всю эту историю с провокацией Пеора и муавитянками выдумали, кто мидьянцы. И в деле Козби дочери Насимедьяна, сестры их убиты в день Мора и Запора. То есть, мы видим черным по белому, что главную роль в этой провокации организующую сыграл мидьян. А в дальнейшем мы увидим в главе мотод, что главную роль в патрикальстве мидьянцев сыграл Билам, который был убит Пенхасом. Поэтому, посмотрите, здесь с мидьянцами это самая такая, самая главная, в общем-то, война здесь. Не с муавом, муавитянам ничего так и не грозит, а вот с мидьянцами да. Я вам напомню, что мидьян это непростая, непростой народ. Это народ, который чрезвычайно тесно связан с нами. И своим происхождением, и своей жизнью. Кто является отцом мидьяна? Ой-ой-ой-ой-ой, сколько раз я уже тут вопрос задавал, и никакого толка. Авраам? Где это написано? В Торе. В Торе. В какой главе? Или хотя бы в какой книге? Бамидбар. По-твоему, книги Бамидбар рассказывается про нашего отца Авраама? Это интересный вариант книги Бамидбар. Я хотел бы его посмотреть. Какой-то новый. Берешит. А в какой главе в книге Берешит? Ага. Я хочу, чтобы вы запомнили. А? Слабо? Конечно, слабо. Постарайтесь. Сделайте физическое и интеллектуальное усилие, которое принесет свои плоды. В какой главе написано, что Мидьян сын Авраама? Я уже не спрашиваю вас, кто его мама. Барин? Его мама. Нет, это глава. Нет. Юхэвид. Глава Юхэвид. Очень интересное издание. Я хотел посмотреть на твое издание. Есть глава Юхэвид. В моем издании. И такой главы нет. Мама. Авраама. Нет, Авраама нам нужно... Какой был вопрос? А я не понял. А как же ты отвечаешь? Авраам, отец Мидьяна. Кто маме? Вопрос был, кто мама Мидьяна? И кто его отец Авраама выяснили? Написано, кто ли черным по белому? Я же не спрашиваю у вас какие-то... Ктура? Ктура. Совершенно верно. Глава Хаей Сара. Сара умирает. Авраам женится на Ктуре. У него рождаются шесть сыновей. Один из них Мидьян. И обратите внимание, что у Мидьянцев все еврейские имена. И даже здесь, посмотрите, например, царя этого Мидьянского зовут Цур. А в книге Шофти князей Мидьянских зовут Ореф, Зе Эф. Интересно. То есть, Мидьянцы – это близкая к нам народность. И не говоря уже о том, что Муше учился в Мидьяне и женат на дочери Коина Мидьяна. И эти вещи связаны. Тоже на принцессе. Поэтому он и пришел к нему, посмотри. А Муше думает... Сынанка из принцессы. Конечно. А Муше думает, может быть, он такой же, как я. Новый вождь и учитель. Что можно сделать? Он не может распознать его намерения. А вот Пенхас со стороны видит, что речь идет не о каком-то идеалисте, а о человеке, который под свои страсти подводит идеологическую базу. Ну, это, конечно, рискованный поступок Пенхаса. И если бы не это свидетельство о Шем, неизвестно, чем бы дело кончилось. Но свидетельство это было. Но, повторяю, здесь медьянцы используются как главная провокация. Почему? Потому что все время используется вот эта жизнь Муше. Понимаете? Глава Израиля Муше. Давайте посмотрим, чьи из его происхождения. Медьянцы, они, видимо, специалисты по Муше, понимаете? И мы с вами видим, что есть ситуация, в которой Муше не знает, что делать. Обратили внимание? Таких ситуаций много. Муше – это гигант. Но и у него были моменты растерянности. Мы с вами видели, помните, в главе Баалютха, когда они попросили мясо, Муше ответил совершенно неадекватно. Помните? Вышел из себя, сказал, все, я подаю в отставку. Понимаете? То есть, есть моменты, когда и у Муше не выдерживают нервы. Тем не менее, и находятся другие люди, которые решают проблему. В любом случае, повторяю, все эти козни были, конечно, спровоцированы медьянцами. Это явно было направлено на Муше. И, кстати, это интересно, да, потому что в нашей же главе ставится вопрос о преемнике Муше. Понимаете? И здесь, представьте себе, я немножко забегаю вперед, но это тоже в нашей главе. посмотрите, кто здесь решил проблему, остановил Мор? Кто? Пенхас. Вполне возможно, что Муше может подумать, или, может быть, другие могут подумать, что кто будет теперь его преемником? Пенхас. Понимаете? Пенхас появился на нашей сцене как яркая личность лидера, который в кризисный момент нашел решение национальной проблемы и спас Израиль. И встает вопрос, а может быть, Пенхас и будет следующим царем? Почему нет? И мы с вами потом с удивлением узнаем, Муше спрашивает, ты кто же будет-то вместо меня? А всем он говорит, Иушуа. Почему? Потому что Иушуа Бенон, он учился у Муше много лет. Он был его помощником, адъютантом, не знаю, как угодно, назовите. И у него есть, он видел все время, как Муше учился у него управлению страной. У него колоссальные политические опыты. К тому же Иушуа был ближе к народу, и к тому же Иушуа не попался на провокацию разведчика. Помните? Он и Калебен Ефуне не поддались на провокацию и не предали Эра Цисраиль. А почему же не Пенхас? Он тоже хороший человек. Да потому что Пенхас, он ревнитель, понимаете? То есть, есть моменты, когда такие люди нужны и решают проблему. Но это ситуации нестандартные, ненормативные. Потому что даже если ревность Пенхаса чиста, понимаете, само по себе такое поведение не может быть нормативным. Оно не может быть, ты не можешь управлять страной в таком стиле. Есть проблема, берет копье раз и все. Поэтому выбирается не Пенхас при всех его заслугах, а Еушу, Еушу Абину. И, конечно, сыграло большую роль то, что Еушуа, он совсем не такого уровня, как Муше, и гораздо более, фигура гораздо более демократичная. Ну ладно, это уже дальнейшая история. Мы с вами остановимся здесь, а продолжим после обеда. Субтитры сделал DimaTorzok